Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня я представляю вам часы, которые получил буквально недавно. Это часы Megir, правильно говорю или нет. Модель 2002, приходит она вот с такой вот коробочки. Единственное, что при получении на почте, когда я ее получал, коробка сама основная была мокрая вся. И, в общем-то, и была влажная сама вот эта вот коробочка. Ну, соответственно, мне казалось, что заодно и часы проверятся на водонепроницаемость. Итак, приходят они вот в такой коробочке. Вот, собственно, сами часы. Я тут немножко уже распаковывал их, поэтому подушечка, соответственно, были они вот в такой вот упаковочке. Ну, вот плюс лежит, лежала тут и бирочка вот эта вот Megir. Собственно, вот она. Ну, вот так как бы все упаковоченное дело. Теперь к самим, самим часам. Часы, как утверждает, как утверждает и производитель, выполнены из стали нержавеющей, черного цвета. Вот, если мы смотрим на обратную сторону, водонепроницаемые. Откручиваемые до 30 метров. Сам циферблат представляет из себя вот такой вот. И три циферблата вспомогательных. Как я понял, естественной инструкции к этим часам нету. Ну, соответственно, я так понял, что это секундомер. При включении вот этой кнопочки начинает идти стрелочки. Видишь, это представляет собой просто секундомер. Еще раз нажимаем, они останавливаются. На вторую кнопочку нажимаем, это все сбрасывается. Сама головка управления часами, она в двух положениях. В первом положении переводится к календарь на этих часах. И во втором положении, собственно, переводятся все стрелки и выставляется время. Механизм кварцевый, как утверждают производители. Диаметр циферблата 4,8 сантиметров. Водонепроницаемость у них до 30 метров. Опять же, по утверждениям производителей. Как они говорят, что это является хронографом. Ну, посмотрим, пока непонятно. Хронограф это или не хронограф. Посмотрим, как они будут идти. Что сразу напрягло? То, что вот эта вот деталь, она оказалась очень большой, конечно. Как я вот смотрел при заказе, казалось, она будет меньше. Она вот очень большая и, честно говоря, ну, я вот на правой часы ношу. Ну, немного очень так мешает, конечно, вот видите. Ну, даже если на левую мы оденем, то вот тут вот так вот будет вообще, видите. Часы сами на руке, конечно, такие мощные. Ну, мне нравятся такие часы, чем бы еще сравнить. Да, стекло, судя по всему. Еще один недостаток, вот выявил при вот такой недолгой пока эксплуатации часов, что очень трудно поймать положение, первое положение головки самой. В общем, приходится так ловить. То есть, четкой фиксации я пока не заметил. Ремешок силиконовый, такой вот, как это говорят, софт-тач. Длина ремешка регулируется, наверное, вот этой штучкой вот здесь вот. Откручивается, обрезается ремешок, и вот тут на болтиках прямо все опять фиксируется. В общем, вот такие часы. Еще раз скажу, модель Мигир, модель 2002. Водонепроницаемая и из нержавеющей стали. Все ссылки на часы будут в описании ролика. Если интересно, покупайте, смотрите, нравится вам или не нравится, как это будет. А так, на этом все. Все вроде характеристики я рассказал. Ну, так уже сами смотрите, как там это будет. Вот и все. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...